вот и он умер хрипел и умер понимаете теперь и на алкоголик понимать он пропадает вы представляете как это читать конечно сегодня вы еще узнаете не только положительных стоит но и отрицательных какие отрицательные стороны от полной отказа от алкоголя все собутыльники с которыми я мог как-то там подбухнуть они изначально на меня обижались а сейчас они вообще на хер мне не звонят они сидят такие охуевшие бля что было вчера вы это алкоголики найдете вообще любую себе повод любой наебеница блять и бутылка надо уебашить ее до конца блять чтобы никому не досталось ебануться просто посмотрите на какие я иду сука жертвы блять что вам донести все-таки эту информацию чуваки если вы только знали чего мне стоило это поездка сюда елки-палки сегодня батька в аэропорт не едет поэтому дороги не чистят это самый ярый показатель уже бмв кучу машин заносит люди прямо выбегают из машин садятся в попутки для того чтобы успеть на самолет это просто дичь короче чо я сейчас я поставлю камеру но к примеру на крыло короче вот этого самолета если кто не знает буквально два года назад вышло мое видео как я бросил пить и вообще как это повлияло на всю мою жизнь и сегодня исполнилось ровно пять лет когда я не полностью отказался от алкоголя и многие из вас убедятся стоит ли отказываться от алкоголя полностью и продолжать жить без алкоголя или продолжать сука бухать так как и бухает раньше сегодня вы полностью для себя убедитесь вообще если в этом какой-то собственно плюс поэтому ловите снежок ладно больше бросаться короче вас не буду а в общем ребят что вообще произошло за пять лет на моего так сказать отказал от алкоголя моей трезвенности во первых по поводу здоровья конечно зубы и плохие зрения это как было с детства так и осталось то есть с этим если вы откажете от алкоголя это вам не поможет по поводу моего общего состояния каждый день просыпаясь с утра вставая полностью бодным бодрым без боли в голове хорошо засыпая вставая и идя дальше там куда-то двигать своими делами вот это круто честно ни разу у меня не было отходных каких-то выходных когда знаете люди напиваются и просто пытается хотя бы как-то там с ведром кофе отойти нет я встаю отлично себя чувствую состояние немножко выше среднего и все и нормально еду энергии хоть отбавляй потому что она не тратится на то чтобы ты взял и как-то себя восстановил после бурных выходных несмотря на то что мне уже 30 лет хотя многие люди в это время уже просто не могут нормально ходить передвигаться у них хрустят там кости и так далее я знаю о чем говорю потому что есть верстника который в 30 лет себя чувствует как 50 я два раза в неделю я посещаю тренировки по боксу и отличие себя чувствую то есть и мог бы еще и пробежки делать здесь и бы сране такое не было на улице в общем по поводу здоровья можете не беспокоиться если ты отказываешь от алкоголя у тебя здоровья только в лучшую сторону и вот эти все сказки что типа надо 50 грамм с утра 50 грамм вечером для лучшего кровообращения это вы можете оставить себе это какие-то пиздюки которые просто хотят свой алкоголизм каким-то образом оправдать то есть здоровье вот конечно сегодня вы еще узнаете не только положительных стоят ну и отрицательных какие отрицательные стороны от полной отказа от алкоголя вы даже признаете не можете сколько денег экономится сколько время экономится тогда когда ты перестаешь бухать потому что то количество элитного алкоголя который я раньше покупал то количество обыкновенного дешевого бы для чего бичовского алкоголя который получал именно владимирович путин просто прошу тебя родной прошу тебя прошу я даже могу покреститься пожалуйста пусть эти фунфы реки обратно вернуться я являюсь ведущим фунфуре россии и зарубежья подайте ваша девушки огуречный лосьон виде желейного десерта если эти все деньги реально вот взять собрать за эти пять лет их запросто можно вложить в машину в себя в путешествие в жену в ребенка в кого хотите сделать ремонт реально за эти деньги можно сделать ремонт дома и чувствовать себя отлично я вам честно экономия стопроцентная вообще имеется такой вопрос как же мои взаимоотношения с моими друзьями которыми суббутыльниками с которыми я собирался раньше ведь та дружба которые мы получали общаясь за бокалом там вина или бокалом пива вот она считалась настоящий как я тогда думал дружбы когда мы могли набухиваться нахер в дрезину и идти там по клубам стрелять девчонок и у многих людей есть вообще такие друзья подруги и вот когда выпиваем собираемся и настраиваемся на общий лад честно могу сказать в этом может быть есть какой-то минус но я это вижу как плюс для многих людей будет то что с друзьями я начал действительно видеться намного реже уже не надо у меня есть девушка мне не надо искать девушка может быть влияет какие-то другие дела что уже в 30 лет ты начинаешь быть более занятым и не тратишь время на всякую херню но все собутыльники с которыми я мог как-то там подбухнуть они изначально на меня обижались а сейчас они вообще нахер мне не звонят понимаете максимум мы там как-то ну и хрен с ними елки-палки если я мог с ними найти общий язык только под бокалом пива об адекватном состоянии я не могу с ними найти общий язык так как и нахер друзья и если у вас будет стоять вопрос что сука ваши друзья будут говорить блин чувак да ты что нас не уважает нет нет я не пью я не пью спасибо ты меня уважаешь господи иван вас тогда пей что не наш друг давай бог не будет хорошо вы можете просто им объяснять что чувак я без алкоголя отлично также хорошо буду себя чувствовать как и с алкоголем мы отлично с тобой будем общаться просто какая-то разница что я пью кофе чай воду или виски не ходила всем уходим какой-то бар какой кайф мне иногда видеть когда эти бревна под утром вываливаются просто блять кто-то плюет кто-то еще что-то ахуеть это пиздец ну вот их гос номер ну а вот машины которые пострадали так это вот их не колесо отлетела ну вот вот такое у нас утро народ это печально а я их по-дружески развожу по домам на утро я опять же стою такой же бодро они сидят такие охуевшие бля что было вчера и восстанавливают свой водно-щелочной баланс понимаете поэтому друзья плюс я считаю он ну как бы плюс и минус да но больше появилось адекватных людей которые не довелось пообщаться действительно с людьми которые чего-то добиваются в жизни и знаете я увидел то что они либо вообще не пью либо пьют только по каким-то праздником и очень дозированно потому что эти люди которые понимают что алкоголь это не отдых понимаете настоящие занятые люди они много работают они приходят домой у них не стоит вопрос как заснуть блин они падают просто в постель от своей усталости утром с утра там собираются идут дальше двигать делами в действительности это делают бездельники бухают реально бездельники люди которым просто нечем заняться неужели вы не видите другого пути развития другого отдыха сходить на природу сесть на лыжи просто понимаете может быть за счет нашей широты блять чуть не ебнулся блять пытался на крыло короче этого самолета бля но понял потом что просто не смогу записать видео вот когда я ездил в германию я увидел а вы кстати это видео тоже можете посмотреть по ссылке я ездил дрезден мы зашли в какое-то село я увидел что там европейцы я не говорю что европейцы самые-самый чистый народ там и пиздец и так далее но увидел что бабушки и дедушки они лазят по горам вы приколите лазят сука по горам в свои 50 лет или там 60 лет альпинизмом занимается вот это отдых чуваки вот это отдых вы после того как вы поладите по горам вам уже никакого алкоголя не захочется честно придумывайте себе блять другое занятие помимо того как заебывать глотки потому что я знаю все ваши вот эти типа от ёбки типа вот у меня же бутылка кинзмарауле с прошлого года стоит ну как же ей пропадать надо же ее допить бля это таких бутылок елки-палки молодого вина твоего стоит вот целый магазин завалит ну как же они будут стоять без тебя то так их же надо всех блять придрючить да вы это алкоголики найдете вообще любую себе повод любой наебеница блять человек такое существо понимаешь которая найдет любой повод объяснить себе что что-то не надо делать чтобы этого не делать и любой повод чтобы наебеница в говно просто блять а потом ходить блевать из такой головой чугунная быть поутру вы можете себе сказать ой у меня конченая работа меня надоели все люди и мне надо как-то расслабиться блять а у меня муж конченые у меня жена у меня несчастная любовь у меня там блять еще какие-то проблемы что вы себе будете выдумывать я вам честно могу сказать это все хуйня это все отговорки слабого человека если вы с таким же желанием находили себе поводу чтобы не пить вот это было бы круто а я вам объясню друзья если многие думают что вот ты вот так посмотрев это видео сможешь найти в себе блять силы чтобы отказаться нихуя большинство людей которые посмотрят это видео они все равно продолжат бухать я вам объясню почему за то время когда вышло мое предыдущее видео если вы не смотрели посмотрите его когда я рассказывал как алкоголь пагубно повлиял на мою жизнь почему я от него отказался это видео почти набрало 100 тысяч просмотров мне куча людей писали они говорили помоги моему сыну матери писали говорили у меня сын алкоголик вынимать он пропадает вы представляете как это читать и понимать матери что у нее сын алкоголик блять он пропадает вы понимаете как читать когда девушка пишет говорит то я вышла замуж за пацанчик а через три года он жутко запил и пиздец я не понимаю что мне делать меня жизнь потеряна понимаете что делать я ему давала смотреть твои видео он сказал что я постный уебан какой-то блять неинтересно я вам честно сказать вы если будете давать это видео смотреть это никак не повлиять на того человека который вы даете посмотреть это видео единственное как это и кому это сможет помочь я вам объясню блять я уже пришел эту беседку у меня уже руки замерзают ебануться просто посмотрите на какие я иду сука жертвы блять чтобы вам донести все таки эту информацию блять вы просто себе представить не можете насколько много людей подкосил к алкоголь суть даже заключается в том вы можете себе даже объяснить то что бля но я же немножко только по праздникам у ребята да не можешь ты если ты блять зашел на это видео не можешь ты остановиться после праздников не можешь ты блять иначе бы ты просто не заходил бы на это видео но признайся просто признайся нам всем у русского человека у белоруса украинца не важно кого нету культуры питья у него есть понятие стоит бутылка надо уебашить ее до конца блять чтобы никому не досталось это блять не просто теорема это сука аксиома блять при каком условии я смогу полностью отказаться от алкоголя единственное когда ты сможешь отказаться от алкоголя это тогда когда ты реально блять не в голове а на своем подсознательном уровне прямо блять начиная от своих кончиков волос заканчивая твоими грибковыми ногтями прочувствуешь что это сука тебе мешает блять что-то отравляет твою жизнь что блять ты от этого просто становишься сука каким-то геманоидом блять и говном вонючим и блять ты почувствуешь знаете как вот мы же все не любим просроченную еду гнилую там кислое молоко ты же не хочешь пить и вот так вот блять чтобы тебя воротила от алкоголя блять если ты это прочувствуешь блять тогда ты красавчик тогда и если а тебе остался последний шаг ты стоишь между вот этим уже решение ты стоишь на скале и тебе ступить в бездну блять алкоголизма или их тебе остаться так сказать в живых моя история тебя поможет и я не зря записываю эту историю потому что она реально многим людям помогла но если ты блять реально чувство что тебе алкоголь помогает нихуя тебе чувак не поможет я объясню что происходит сейчас уже алкоголь он вошел не то что в моду блять а пивной алкоголизм различные коктейли клубах понимаете она вошла уже в понятия нормы потому что я водил людей которые работают гипермаркетах ангет блять сейчас молодежь пошла пиздец она говорит вечером когда люди идут с работы домой она говорит блять в 99 случаях в каждом чеке которая она пробивает в кассе там есть алкоголь видишь молодой чувак идет он сразу берет чипсы пиво там различную другую хуету видишь чувак и там постарше блять водяра и так далее и тому подобное потому что это сейчас просто уже вошло блять понятия нормы и ты уже сам даже не понимаешь что это блять пагубная хуйня и она тебя засасывает поэтому чувак я тебе так хочу сказать я не знаю мне похую честно что ты там жизни будет бля помогу я те или нет то можно писать кучу различных комментариев какое долбоеб как вы все пишете какой я постный уебан блять и так далее и тому подобное но я вам хочу сказать так я пять лет отказался назад от алкоголя блять я выиграл кучу времени сил для того чтобы продвинуться в жизни и сейчас у меня жизнь только улучшается у меня все хорошо в мозгах у меня все хорошо в деле у меня растет мое благосостояние мое трезвое осознание и так далее то что у вас мне глубоко до пизды честно но если ты меня слышишь и ты стоишь на том пороге чтобы открыть себе вот этот свежий воздух и эту чистую жизнь или блять сидеть обоссанным уёбком принимай решение иди вместе со мной у тебя будет только плюс я тебе обещаю единственное почему я хотел бы чтобы алкоголики оставались по самолет взлетать это чтобы смотреть вот эти прикольные видосы в интернете как алкоголики блять бичи апостольные там валяются и так далее и тому подобное потому что даже среди моего близкого человека недавно его лишили прав он лишился прав потому что сел после буду на протаранил трамвай и скрылся с места дтп его лишили прав на три года и его чуть не выгнали с работы у него все пошло из-за алкашки так сказать под хвост а недавно получается чуваки которые отдыхали 31 числа я вам даже статью скину 31 числа отдыхали у нас тут в минске на зыбицкой тусовочной улице 28 лет не другое 47 лет не отдыхали в одном заведении что-то там кто-то начал танцевать на столе и получается один другому сделал замечание но они вышли раз на раз получается в общем 28 лет не 3 раза ударил 47 лет нему 47 лет не умер и он умер хрипел и умер понимаете теперь одному лежать в гробу а другому сидеть 25 лет по умышленному причинению смерти и вопрос блять было бы ли это если бы они были в адекватном состоянии я думаю нет и это все алкашка чуваки блять все алкашка это суд сука всему виной блять алкашка сука поэтому друзья смотрите прекрасный вид желаю вам всем трезвости ума и понимание то что если ты жил сука 50-30 лет блять в алкоголе ну поживи ты два года без него блять ты охуеешь как у жизнь изменится сука у тебя все настроиться блять все настроиться а вот попробуй и и увидишь а